Всех привет! Продолжаем определить FIFU 20 закупку в Форста Сити. Честно, я все думал, думал, покупать игрока, а не покупать. Конечно, купить бы тоже хороший, был бы вариант. И есть вариант, который лучше не покупать. Потому что у нас есть уже на эту позицию, вернулся нападающий. Который может в данный момент закрыть зону. Так что у нас возможно сможет закрыть зону, еще неизвестно. Ну ладно, давайте еще подождем пока. Посмотрим на все это пора событий. Может быть даже... Может даже это... У нас все-таки мы купим. Или мы в следующем сезоне приобретем игрока. Так, у нас прилагание за игрока. Это того, которое мы продаем. Получается, у нас за миллион 150 тысяч. Максимальное. Я принимаю. Можете приобретать этого игрока. Только договорились с ним личным контрактом. И все, он ваш. Так, пойдем вступим в команду. По турниру клуба получил дополнительные средства. Это у нас 156 тысячи 160 фунтов за кубок Англии. Игрок сдан в аренду. Замечательно. У нас еще один игрок уходит в аренду. Это просто замечательно. Посмотрим, на что он будет способен в аренде. А там дальше посмотрим, на что будет дальше. Так, у нас еще на приложение. За 100 тысяч меньше. За игрока. Я принимаю любое. За него сражаться особо нечего. За этого игрока. Даже посмотреть такую ситуацию. То, что он максимально меньше. Стоимость у него такая. А вот продать все потруднее придется. Рыночная. Не достигает он до рыночной стоимости. Можно так сказать. Так, нам предлагают посетить пресс-конференцию. Давайте посетим пресс-конференцию. Посмотрим, что у нас там в сбросе. Все. Те же глупые вопросы, которые мы уже приняли. Раз уже заелись. Но мы отвечаем на них. Ваша команда по всем временам выступает нестабильным. Уже не выведет президент на титул. Сможете ли вы так? Это всегда непросто. Если будем упорство работать, то большую вероятность сможем добиться успеха. В прошлом игре вы одержали победу за счет 1-0. Ваши силы и серьезные соперники равны. Как вы думаете, ваша команда способна забить больше голов? Победа 1-0 это то, что восторг, но не беда. Я не буду возражать, если мы все остальные матчи. Прошлый матч без особого труда забили три матча против клубов Эдскамбинатед. У нас все есть, что нужно. Они смогут учиться на своих ошибках. В зависимости от того, какие выводы они сделали из прошлого матча, нам известно не к слабой стороне. Это все, что у нас время для сегодня. Спасибо. У нас время для сегодня. Спасибо. Полагаю, тебя выпустить и все-таки тебя выпустить. Пацаны, на что мы способны? У него уже 94. Нифига себе поворот событий. Он прет и прет, и прет, и прет, и прет, и прет, и прет, и прет. Вот это игрок. У нас, конечно, многих были бы за 90 иметь общего, но, увы, мы их продали. Ну что, погнали. С таким составом мы попытаемся отыграться. Нападение. Если что у нас есть в запасе, чувак. Посмотрим, что из этого будет. Без тренировки никак, да? Тренировка должна быть. Конечно, без нее никак. Да, но вот тут как сзади бегает офигенность просто. А нам переходим к матчу. Если мы хотим дать определение отличные условия для футбола, то вот, пожалуйста, они перед нами. Меня зовут Георгий Черданцев. Со мной, как и всегда, мой коллега Константин Генич. Всем привет. Здорово-здорово. Ангел в премьер-трансляции сегодня. Это премьер-лига. Сколько финалов не посмотри, это никогда не надоест. Спасибо, Георгий. У нас все почти готово к началу встречи. Я надеюсь, что футболисты настроены сегодня сыграть в открытый футбол. И хочется увидеть матч с большим количеством атак и забитых мячей. Только зачем у нас матч сезон тут показывают. В этом сезоне играет очень и очень неважно и занимает непривычно низкое место в таблице. Сыграно уже больше половины матчей чемпионата и можно с уверенностью говорить, что команда цели на сезон не выполнила. Мы тоже не выполняем цели на сезон, господа. Нам за титул надо сражаться, а мы сражаемся за топ-4 в данный момент. По нашим меркам можно так сравнить. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Вашими вниманиями. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Ну что, вот свисток. Мы начинаем с вами поле Простив. Погнали. Начинается у нас игра. Делаем распасовочку пока. Аккуратненькую. Прибыл наш игрок. Старый наш игрок. Из нашей Академии. Стоит от больших денег. Хороший пас. Кому ты дал пас? Кому ты дал пас? Непонятному. Так, контратак идет в Эсхэму. Хорошо контролируется мяч. Продолжает все путешествие. Но пока чуть-чуть затормозился. Все навес будет на навес. И получает наш игрок. Закрывает и наш еще один игрок. Так, у нас мячом дает пас вперед. Какой пас. Уже этот отречка Матрид научился играть? Нет. Удар был такой слабый. Какой был слабый удар. Да, по-моему, он откровенно растерялся и загубил отличный момент. На трибунах очень громко. Их команда давит сейчас, и болельщики стараются помочь ей собить. И что дальше тут будет? Играют они в пас. Отдает он мяч партнеру. Арбитр тихоет рафсайд. Это был, да. Отличная была возможность для результативной атаки. Но арбитр поднял флажок и зафиксировал положение вне игры. Да, удар от ворот сейчас будет, можно сказать. Только не удар был, а, можно сказать, обычный пас. Это тоже наш молодой талант. Наверное, молодой талант неизвестный. Будет ли у нас это разыграть? Нет, но мы посмотрим все из этого, что будет у нас. Я уверен, что у нас по-любому по... Продаже игроков плюс. Явно не ожидал такого подарка. Потому что я не увенчу, в следующем сезоне я смогу себе наколебать, набрать. А может, все-таки давай приобретем. Не знаю, посмотрим, что подумаю я. Но я думаю, может, все-таки приобретем игрока. А там еще не нравится. И мы пропускаем гол от ВЦК Мюната на 20-й минуте. И договорились по поводу покупки игроков. Мы думаем, гадаем еще, пока время у нас есть. Можно, конечно, попробовать приобрести игрока от УЦАПа. И кого-нибудь в аренду еще отдать. Подумаем в последней, можно сказать, неделе наших трансферов. Хороший был удар. Вратарь не был готов. И вратарь не тот. Не того выпустил я на поле. Забыл про него, что я так его не поменял. Но ПЦК поиграет еще один матч. Четвертый гол у него в первой лиге. Нам надо что-то делать. Нам что-то надо делать в атаке. Если в атаке ничего не придумывается, будем приобретать все-таки свет САПа. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Слишком трудная нам игра идет. Да еб твою мать от няни нашего нападающего мячика. Он обратно возвращается и дает пас. Играет он на партнера. Офсайд-бол. Нас на офсайд-бол ловит, господа. Нас на офсайд-бол ловит. Тут даже двое было. Да, блин, тут колоссально преимущество. Точнее, колоссально видно издалека, что тут офсайд-бол. Так, мяч у них остается в СХМ. Хороший переход, замечательный. Ух, какой хороший поворот событий. И это у нас гол, господа. Мы забиваем гол 1-1. Еще раз смотрим, как был забит мяч. Да, смог коснуться голкипер в этом моменте мяча, но этого оказалось недостаточно. Давайте посмотрим еще один повтор этого года. Хороший гол, блядь. Ну, вратарь был готов к этому. Он чуменый просто. Черт снова равный, 1-1. Так, мяч у нас. Перехват замечательный. И убиваем его в аут. Ё-моё, даем пас в аут. И мяч обратно возвращает в СХМ Юнайтед. Мяч уходит от них. А вот это крупная ошибка. В СХМ флангом атакует. Свободная зона там есть. Вот здесь перехват. Новый пас. Уверен он с мячом идет вперед. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Хороший удар поворотом, но вратарь отбивает мяч и ходит на угловой. Огорчен тренер этой упущенной возможностью выйти вперед. Мяч летит в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел. Выносит... А, мяч уходит. Все-таки мы и так не смогли уплатить его. Контратака идет, но мы отбираем мяч, но мяч уходит от нас в аут. Хороший пас. Беги, 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 давай, ну давай, ну... А, ну куда такой пас давать, ну куда такой пас давать, а? Ну что ты будешь делать? Ну что ты будешь делать, а? Что это было непонятная ситуация? Мы опять проигрываемся, что это 2-1, господа, в первом тайме. Все еще в первом тайме, но все равно, что вот это косяк. Какой косяк, блин. А вот это неприятно было. Жалко, голкипер потащил такой сложный удар, но не смог зафиксировать мяч. Безусловно, к вратарю есть вопросы, но чем в это время занимались защитники? Почему никто не подстраховал? Да, турнир у нас будет сложный. Борьба на топ-4 у нас с этого момента, можно сказать, начинается, господа. После этого гола счета у нас стал 2-1, тем интереснее смотреться. Три минуты добавлено к основному времени. Так, замечательный хороший пас. Хорошие владения мячом они показывают. Сегодня у нас пас и у нас перекладок в мяч. Отличный чистый отвод. Не, и после этого матча надо думать по поводу покупки все-таки игрока, посмотреть, что из этого будет, потому что это вообще просто идиотизм. Все, свисток первый таза, 2-1 мы проигрываем. Я не успел посмотреть, какой там счет Арсенал играет от нас, потому что в упор дышит Арсенал и не только Арсенал. Продолжается наш матч, второй тайм. Мы вырвали победу у Норвича. Не очень понятно, кому он отдавал пас в аут, мяч у соперника. Самый хороший пас. Уходит он от защитника. Какой пас? Ну, удар-то почему не получился-то, блин? Как жалко, удар не получился. Да, следующая игра у нас против матча из Юнайтед. Семен соперник, который мы еще сыграли. Помогает ему партнер в атаке. Хороший пас, да, прям замечательный пас был. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. А, блин, невыспеваемый отнять мяч, а у них не особо сильный соперник. Значит, Куба Кангри будет после матча из Юнайтеда, я так понимаю, да? В любом тоже будет. У нас опасный был удар. Врата справляется, но мяч ходит на угловой. Так, у них замена. У нас пока замены нету, надо уже думать о замене на самом деле. Идет мяч в штрафную. Мяч достается вратарю. Катают они мяч. Молодец, защитник, выносит мяч. Парусин Дорфанда сегодня потратил круглую сумму на нового игрока. Правда? Да, трансфер наконец-то состоялся. И, похоже, игрок действительно стоил того, чтобы бороться за него до конца. Можно забивать здесь. Да, блядь, ну как так можно было не забить, а? Какой момент? Какие шансы снова были забить, чтобы этот гол? Но, увы, не получается у нас забить гол. Так, мы переходим к запасным игрокам. Меняем частоты нападения. Так, здорово он мячом распорядился. Чуть-чуть поторопился игрок и попал. Так, вот и замена наша. Значит, скорее всего в следующей серии будем покупать игрока уже, наверное. Я уже думаю об этом покупке игрока. Конечно, может нам не прибавить ничего. Может ему тоже нужно время, чтобы тут блистать и все остальное. Ну, я думаю, на пару лет, на два года будет достаточно за 30 миллионов. И это хороший гол пас, момент и пас, и гол. Скоро 2-2. Молодцы! Хорошо, быстро разыграли. Повторяю. Повторяю, к нам гол с очень близкого расстояния бил игрок. И тут оставалось только не промахнуться мимо ворот. Воротари-защитники выступили здесь в роли статистов. Ну что, молодцы на второй гол. Поздравляем тебя в премьер-лиге. 2-2 счет. Замечательно. Вот это мы сравняли. Это супер. Еще снова равные. Ну и сценарий у нас, а? Оставаться просто так мы не будем, господа. Опа. Ну, тут нарушаем, конечно. Не спорю об этом. Здорово, арбитр. Ситуация разобрался и игра продолжается. Нет, не дошел этот пас до адреса. В пас он умеет играть и сегодня очень хорошо это делает. Очень уверенно он себя в игре в пас чувствует. Отдает он передачу. Отдает он мяч партнеру. Да ёптую мать, куда вы так высоко бьёте-то, а? Попытается идти вперед, но не повезло на сердце. Так близко был девяточку. Как близко был девяточку. Очень умеет. Ладно, сейчас соберемся, да? Господа, давайте забьём один гол и не пропустим. Основное время стекает через 20 минут. Три очка нам очень нужны. Но, решайся! Ё-моё! Опа! Он стоит удаст, но не может удержать его в руках. А, третья на Тарсеналл! Соснушку ударом удалось справиться сначала, а теперь он смог ещё и мяч зафиксировать. А, мяч нас уранили. Действительно классная игра вратаря и он по-настоящему выручает свою команду. Мяч у соперника теперь будет. Понятное дело. мяч у нас ушел судья дает продолжить игру хотя в паузе возможно будет желтая карточка продолжает болельщики гнать свою команду вперед ведь ничья это не то что они сегодня и что согласен с болельщиками и как он дальше мячом распорядиться играет в пас команда интересно куда дальше мяч пойдет да ёб твою мать чего там творите-то восемьдесят пять минут восемьдесят первые минуты осталось играть во втором тайме отличный шанс есть для контратаки так мяч чего был то я думал ты в руки возьмешь чески подарили соперник для того чтобы выиграть остается пять минут пока еще травма есть адрес для передачи нужно пробовать опять это дурацкая распасовочка которая нам все погубит играет он на партнера вот это мяч у них тут уже все тут слишком много защиты а то это не мяч хорошо увидел паркера впереди офсайд ну все равно не получилось нам забить гол шансы были хорошие просто прекрасные были шансы чтобы забить гол чужой получил замечательно просто мяч перехвачен шанс организовать понятно дело замечательно мяч у нас уходит в нашем матче это может быть последний шанс на вес будет до передачу у какой опасный момент и мяч остается у тсм юнайтед господа что-то он может придумать с мячом сейчас могут хозяева подать сейчас это ничья это ничья полтора часа бились команды и на то это ничья ведь был вариант да константин что мы как раз этот матч не будем работать а посмотрим с трибуны ну и хорошо что оказались здесь потому что на трибуне я думаю было бы совсем скоро ну пожалуй с тобой соглашусь здесь хотя бы поговорить можно там бы наверное просто ну да ладно уснули блин прядь два-два счет господа отшуметь просто не повезло не повезло блин ей вырвали ничью можно таскать так 2-2 по голам ударов 7-4 ударов вот такой у нас матч произошел такая у нас ситуация того что это ничья это ничья арсенал побеждали вирпуль офигеть арсенал побеждали ливерпуль какой шанс нам был вырваться вперед а вот так вырываемся по идее мы должны были день и четвертом или остаться надеюсь прекрасно форму насколько удовольствием и игрой алипуль упасть на пятое место в тактический игрок всех элементов его адреса абсолютно заслужен надея останутся игроки вдохновять его примерами мы снова будем берегу и рассчитывали что сможет спасить игру даже когда счет был на не нашу пользу у меня не было сомнений что мы не проиграем это купит раз сражать до конца пуча сегодня команд было равны шоу скажу об игре ребята расстроены и правильном из мы сегодня выступили плохо сразились сыграли ниже всего возможности или выиграть в этом матче против искаем до могли они на своих ошибках уже отыграли можешь получать такая фигня ну что господа дамы на что-то месяц и арсенал свои пункта к меняется местами получается такая ситуация матче сервенат нам дышит в упор получать такая ситуация мы даем прокачку нашим молодым игрокам и пропускаем календарные начинаем свое путешествие дальше по поводу премьер-лиги да у нас еще один матч будет только конечно не назовем на записи лучшим этот матч в конце увидим до следующая игра у нас будет кубок англии против фэцкем юнайта так что у нас точно написано так тренер полностью восстановился ты уверен ты вернешься постепенно мы скажем тут что у нас другая команда интересуется игрок продан все игрок продал нас пятый игрок уходит от нас за это сезон пятый игрок от нас уходит господа замечательно так переговоры сорвались то что это игрок уходит в клуб да все нормально заработали на миллиончик еще так по центр чем у нас игра здесь нам надо поменять игроков давайте сделаем так попробуем так право и право и право и право и право и право и там кубок англии переделочь проблема давайте так сделаем его поза щенка думаю все что выдержит травма имеет ты у нас можешь выйти так стран защитник ну давайте а ты у нас готов да уже играть замечательно и вратаря тоже меняем все вот такой состав у нас будет на поле у нас будет выходить на поле посмотрим на что он способен сосал вот а перед матчем кубка англии мужская все губим врагам наверное ну что переходим к матчу в конце лучшего момента ну что мы здесь давайте посмотрим это матча вы это прекрасно видите один гол селочь который мы пропустил от матча сенат это все больше ничего не произошло всех естественно вообще старались старались делали делали меняли меняли чего только они делали к ворот бегали я на ворот дай далеко ворот везде бегали чуть делу непонятно ничего не получалось у нас вообще и один гол который мы пропустили и все и матча сена нас побеждает мы теряем даже может и 7 6 место даем здесь такой игрой отчуменно просто такие дела у нас так общая связь какие у нас вообще голов 1-0 ударов 5-2 ударов 3-2 ладен мяча 50-47-53 отбор мяча 11-6 нарушение 0-1 а вся до 0-1 головы и 1-0 тоже дорожить себя 100% пасы 80-90 так у нас матч произошел вообще ничего не при интерес не произошло арсенал побеждает они так переди нас что там с ливерпулем не вижу ливерпуль ливерпуль вот он 2-2 сутоком играет офигеть а мы поражение получаем они нас догоняет по очкам ливерпуль как получилось что здорово играл но команда все равно проиграла офигеть просто такой возможно быть только не начинает набирать форму не стоит связываться на него всю ответственность за поражение для воспоминания делают идут все хуже сначала ничья теперь поражение вы рассчитывается на какое-то развитие события нет игроки последнее время не форме на будущий матч нужно менять стратегию менять игроков сегодня матч получился трудными раке не хватило уверенности ничего подобного да сыграли мы не лучшим образом но у нас хороший по коллектив команд здорово здоровая атмосфера это все покажем будущем мальчик до кубок англии будем сражаться дальше до отчуменно просто отчуменно мы отыграли очень плохо очень плохо за этот за это серии мне очень плохо отыграли то что сейчас мы увидим так делом и также вместе с тобой включаем сюда надо следующей серии все-таки покупать тебе цапа этого который я приметив если кого и конечно эти они будут его не купили это прекрасно мы знаем давайте пойдем пример лигу поплачем мы шестом месяце занимаем господа шестое место как я и думал 4 за эту серию мы четвертого на что место упали шансы на 4 место у нас еще есть мы недалеко от него находимся данный момент и все такая ситуация мы недалеко ну за первое место 10 очков господа за первое место масса и на 10 очков это и добра пиздец это просто в это четыре матча 24 тур четыре матча это нереально за титул мы уже прииграли я не знаю каким чудом надо так отыграться чтобы матчей со сити это и четыре поражения путем 4 победы сделали это только матча сити а другие команды короче понятно в этом сезоне запрямили бы мы не сражаемся уже мы уже не сможем это сотворить все сделать не знаю почему так сегодня так получается у нас ничей очень много даже можно посмотреть как у нас вообще в прошлых был сезонах так это здесь да офис сказать офис моя карьера вот моя карьера за все это время мы делаете мама отыграли 590 матча в этом в этом клубе и я буду продолжать пока пока не до конца не или до конца пятна цвет и нас уволит все у два варианта рекордная сумма что 5 миллион мы потратили выграют и 376 ничьи 104 прожить 110 даже прожить больше ничего у нас забегал 120 1203 ну да пропустили уменьши так это у нас до момент до получается клубный рекорд или нет общий 39 матчем уже отыграли фига себе да вот 28 миллионов фунтов мы заработали вот за прошлый месяц точно за прошлый что 5 игр мы отыграем 70 47 победить 10 ничьи 88 поражения 10 ничьи уже у нас уже действительность смотрите у нас уже 10 ничей это не тот тут и вообще 8 поражение 9 и 79 игр отыграли но тут меньше будет у нас игра то что мы рано ушли из кубки караба и получается 30 а это наша 10 ничей 4 пара зато поражение нас уменьшились поражение нас до моменту меньше но это в конце до конца сезона еще много времени может все угодно измениться здесь даже где мы находимся лига успех лига успеха замечательный успех оппозиции вот положение в лиге 2 2 у нас место тут у нас четвертое место тут у нас какое шестое место здесь у нас восьмое место седьмое место 11 место вам 11 место еще занимает и 44 матча сыграли за весь сезон это премия лиги 4 не понимаю что мама увезет будете ли а скорее все мы не участвовали лига чемпионов все основное а тут уже у нас получается до чемпионов и 5 место но мы дома через турнир на эти прошли ну да это наш это наш первый сезон был вот это наш первый сезон был премия лиги которым один самец заняли и тут всего лишь мы особо нигде не участвовали мы везде вылетели так будет понимаю быстро вот даже перегрев к четвертого раунда кубки англии раунд и лига вот все ну ладно на этой ноте мы заканчиваем значит что мы будем делать следующей серии мы будем сражаться скорее всего у нас она игра будет следующей серии и потом еще на игра будто же в конце сезон надо закончить даже перед этим матчем и потом еще она игра а нет она 2 1 игра будет опять она игра будет ема да у нас два лидера будет примере еб твою мать еще два сильной команды потом ли чемпионов там еще возьмется ну ладно разберемся уже чуть позже значит что мы будем делать и здесь мы за приходимся в следующей серии покупайте цапа договариваемся покупки все трое по полу контракта и все и будем дальше думать что у нас дальше будет происходить на эту ноте мы слишком много задержались увидимся тысячи серии другие прохождения все вам удачи вам и пока